сегодня мы поговорим о колонизации космоса прежде чем заниматься космическими проблемами я вынужден в очередной раз напомнить что у меня нет других источников дохода кроме моих читателей слушателей зрителей поэтому если вам интересно то что я делаю если вы хотите чтобы это делать продолжал то пожалуйста подписывайтесь на мой патреон или делайте разовые перечисления по реквизитам в описании я буду благодарен каждому даже за самые небольшие суммы а теперь собственно приступим к основной теме как писатель фантаст я много писал о космосе я очевидно буду делать это впредь в том числе я писал о людях на других планетах но я очень четко отличаю фантастику от реальности например я люблю мистический хоррор в книгах и фильмах но я абсолютно исключаю любую возможность какой-либо мистики в реальной жизни в реальной жизни я придерживаюсь строго научной материалистической рационалистической позиции и вот именно с этой рационалистической позиции мы рассмотрим сегодня идею колонизации космоса которая у многих на слуху не в последнюю очередь благодаря безграмотным бредням илона маска замечу что я этого подонка ненавижу сильнее чем любого путина и мои посты на эту тему вы можете найти по ссылке в описании почему я отношусь к этому субъекту крайне негативно так вот если рассуждать именно с разумной рациональной и грамотной научно грамотной точки зрения не только идеи колонизации марса или колонизации каких-то других планет но даже идея в общем-то полетов человека в космос не имеет практически никакого оправдания да мы получаем огромную пользу от освоения космоса мы получаем огромную практическую пользу от спутников которые крутятся вокруг земли вы это все знаете это навигация это связь это прогноз погоды и так далее помимо этой чисто практической пользы исследование космоса безусловно представляет собой большой научный интерес а я как вы знаете как я не раз об этом говорил что вообще говоря базовой функции разума является познание и творчество то есть наука она самоценна она не обязана приносить какие-то практические выгоды и несмотря на то что она на протяжении всего своего развития это делает но даже чисто знания ради знания это безусловно достойная задача но признание всего этого отнюдь не противоречит признанию того факта что человеку в космосе вообще играть делать нечего космос это крайне враждебная для человека среда крайне вредная крайне сложная для того чтобы эффечить ему там хотя бы минимальной безопасности минимальный комфорт минимальное сохранение здоровья и все эти задачи о которых я только что сказал включая задачи научного исследования они решаются и должны решаться не человеком находящимся непосредственно там они должны решаться роботами автоматами компьютерами вообще говоря что такое космонавты по сути своей откуда они вообще взялись и зачем они вообще понадобились если мы оставим за скобками весь идиотизм космической гонки между ссср и сша который был чисто политической вообще глупостью не имевший под собой никакого реального практического смысла только вот чисто утереть нос друг другу то единственный смысл который все таки остается в общем то примерно тот же самый что и у грибцов на галерах неожиданная аналогия да тем не менее наверное почему вообще существовали грибцы на галерах в древности кстати вопреки распространенному предрассудку в античном мире грибцы это были отнюдь не рабы это были вольно наемные работники и которые получали за свою работу очень неплохую зарплату то есть тут аналогия с космонавтами вполне прямая ну конечно грибцов было гораздо больше поскольку гораздо больше было было галер чем космических кораблей но зачем зачем нужны были грибцы почему они вообще использовались не потому что такое крутое замечательное дело человеку работать веслами а это было очевидно вынужденная мера вызванная тем что не было машин которые способны были делать эту работу не было технологий позволяющих приводить корабли в движение без помощи мускульной силы грибцов и когда такие технологии появились сначала в виде более сложных более продвинутых парусов много мачтовых кораблей с многоярусными парусами а потом уже ставится паровой двигатель дизель и так далее то грибцы потеряли всякий смысл они исчезли но они исчезли не полностью как мы знаем в наше время грибцы тоже существуют это люди которые занимаются гребным спортом который гребут исключительно ради собственного удовольствия ради собственного развлечения ну или ради там зрителей на спортивных соревнованиях абсолютно точно также обстоят дела с космонавтами на заре общем космической эры как мы знаем 60 70 годы компьютеры были очень примитивными и действительно проводить какие-то исследования на орбите или даже на луне с помощью чисто компьютеров без помощи человека было очень затруднительно то есть конечно человек был просто незаменим в этом качестве по сравнению с любым роботом он мог сделать гораздо больше плане постановки экспериментов в плане каких-то осмысленных действий не просто там тупо взять пробу грунта а вот именно определить на месте где ее лучше взять что более интересно и так далее решить какие-то нештатные ситуации найти выход не запрограммированных не предусмотренных алгоритмами машин в ситуациях но как мы знаем компьютеры развиваются они развиваются даже не линейно а экспоненциально они становятся все сложнее все умнее все способнее и по этой причине чем дальше развиваются технический прогресс тем в общем то меньше и меньше нужны люди в космосе а то есть уже очень скоро мы придем такой ситуации когда они будут не нужны вовсе и если сейчас например все еще от марсоходы все еще зависит от управления земли а скорость света слишком мала для того чтобы это управление было оперативным уже на таких расстояниях с луной сигнал туда-обратно идет порядка трех секунд это еще более-менее терпимо а с марсом уже на на самом ближайшем расстоянии сигнал туда-обратно идет уже больше шести минут на самом далеком расстоянии от земли до марса сигнал туда-обратно идет 44 с половиной минуты поэтому конечно дистанционное управление в этой в этой ситуации работает уже очень плохо уже нужно чтобы кто-то принимал решение на месте но компьютеры развиваются и компьютеры в скором времени уже в общем то и наверное даже можно сказать что уже сейчас уже и современные компьютеры способны принимать такие решения способны действовать вообще в полном автономии как мы знаем на марсе уже вертолеты летают понятно что вертолет не может ждать 20 минут с земли команды он конечно же действует на автопилоте мы знаем что на земле в свою очередь уже появились уже вовсю проходят испытания автопилоты и для автомобилей которые способны двигаться в потоке машин автопилоты для дронов которые способны тоже не просто долететь как вот старые старые всем известные автопилоты из точки а в точку б а учитывать всю ситуацию все все что может быть в воздухе другие борты чтобы с ними не столкнуться там изменение погоды и так далее то есть учитывая все то же самое что учитывает уже пилот человек то есть пилоты люди уже становятся не нужны фактически хотя по политическим соображениям конечно самолеты еще долго останутся пилотируемым потому что люди просто элементарно боятся доверять свою жизнь компьютеру они конечно идиоты что они это делают поскольку 70-80 процентов всех аварий совершается именно по вине человека а не техники именно человек является самым слабым звеном любой системы вот но поскольку люди идиоты они будут очень долго хотеть чтобы в кабине сидел кто-то живой они не будут доверять свою жизнь компьютеру хотя они уже доверяют свою жизнь компьютеру они уже доверяют свою жизнь автомату в лифте если вы помните то когда лифты только появились там девятнадцатом веке в каждом лифте сидел где сидел лифтер который сам вручную нажимал на кнопочки теперь уже всем понятно что это не нужно уже появились автоматические поезда аутсера кто летает в международных аэропортах уже знают что там ездит просто поезда автоматические которые доставляют пассажиров от одного терминала до другого нью-йорке не только в нью-йорке в моих городах уже такое есть то есть и автоматический самолет это тоже будущее уже самое самое ближайшее но когда мы имеем дело с космосом когда мы имеем дело с роботами с автоматами которые действуют где-то в космическом пространстве где уже никакие люди уже не подвергаются риску и собственно в этом-то как раз и заключается идея в том чтобы никаких людей не подвергать риску туда там все целиком и полностью может быть доверено компьютерам и человеку там делать в принципе нечего кроме как как с грибным спортом только в качестве развлечения то есть единственная сфера космонавтики которая имеет вообще какой-то смысл и какое-то право на существование это вот космический туризм это конечно безумно дорогое развлечение самое дорогое развлечение которое вообще может быть но тем не менее именно вот только в этом качестве имеет какой-то смысл людям летать в космос чисто развлечения ради то есть даже не то что колонизация космоса даже простые космические полеты в общем-то никому пилотируемые никому не нужны кстати вы вообще задумывались о том а что такое вообще по сути своей представляет собой космический корабль особенно если он не находится на орбите если это не орбитальная станция а если это именно вот межпланетный корабль который куда-то туда вот пилит на марсе и там еще дальше ведь это не что иное как самая страшная самая совершенная тюрьма когда-либо созданная человечеством из которой в принципе нельзя сбежать из которой нельзя досрочно освободиться по амнистии из которой нельзя даже выйти на прогулку то есть ты просто тупо заперт в очень маленьком объеме и все то есть твой положение хуже чем положение любого заключенного на земле еще плюс к тому ты находишься в непрерывной опасности что у тебя там произойдет разгерметизация или произойдет вспышка на солнце которая облучит тебя предельной дозой радиации ты просто погибнешь и все и вот тут ты ты ничем не управляешь это называется что это пилотируемая космонавтика на самом деле ты никакой не пилот ты просто тупо сидишь вот в этой камере просто тупо сидишь и ждешь пока кончится твой срок пока пройдут они месяцы или даже годы пока твой корабль долетит до цели и только там тоже получишь возможность там куда-то выйти на поверхность чет чет оправить какие-то исследования эксперимента а пока туда летишь ты просто заключенный это просто зэк смотреть там не на что то есть если там на орбитальной станции чем можно любоваться видами земли там дальше в дальнем космосе во первых тебя нет иллюминаторов поскольку делать их просто не имеет никакого смысла а даже если бы они у тебя были то ты ничего не увидишь кроме черноты черноты и пустоты космосе смотреть не на что если кто не знает тут все те красивые кадры которые мы видим в интернете там сняты хабблом и так далее все эти многоцветные туманности это все не настоящие цвета это компьютерная обработка то есть реально вы ничего подобного в космосе не увидите своим невооруженным глазом вы увидите там просто черноту с редкими точками звезд и все посмотрите фото с луны вот где вот не сама поверхность луны а где небо там не на что смотреть просто не на что то есть это это вы заключены в камере из которой вы не можете выйти заключены на долгий срок и в случае любых проблем вы просто погибаете поскольку некому прийти вам на помощь нечего делать черву в космосе нечего и это даже если говорить просто о полете и уж тем более абсолютно никому я подчеркиваю абсолютно никому не нужна колонизация космоса очень простой причине что как мы знаем не на марсе не тем более на других планетах солнечной системы нет никаких условий пригодных не то что для жизни человека вообще для кого-то не было жизни а вот для жизни человека в особенности я уже говорил об этом в ролике поговорим об астрономии ссылка тоже в описании но повторюсь еще раз а для тех кто не видел то что колонизация марса но даже просто просто космические полеты к другим планетам за пределы магнитосферы земли это в общем-то занятие чисто самоубийственное поскольку за пределами магнитосферы человек не защищен от солнечной космической радиации и в полете на марс и на самом марсе поскольку у марса практически отсутствует магнитосфера и практически отсутствует защита от все той же самой радиации человек за полтора дня получит там ту же дозу радиации которую на земле получает за год причем я подчеркну это не если он там будет загорать в плавках что понятно на марсе невозможно а если он там будет пользоваться существующими в настоящее время средствами защиты и вот даже со всеми этими средствами защиты он будет получать такую дозу радиации то есть это чистое самоубийство когда илон маск говорит о колонизации марса вряд ли он об этом не знает он скорее всего просто сознательно прет теоретически жить на марсе можно но жить там можно не в фантастических городах под куполом какие рисуют неграмотные фантастик а жить там можно в бункере зарытым глубоко под поверхность типа противоядерное убежище причем зарыться туда придется не только защищаясь от радиации но и защищаясь от метеоритов поскольку плотность атмосферы марса менее одного процента плотности атмосферы земли настолько разреженный воздух от метеоритов тоже не защищает то есть жизнь на марсе это хуже чем жизнь заключенного опять-таки в самой строгой в самой страшной тюрьме земли и обречь себя на такое существование но это абсолютный мазохизм не имеющий абсолютно никакого смысла я говорил и повторяю что если кому-то хочется экстрима если кто-то не согласен с моим тезисом о том что колонизация марса не нужна абсолютно никому пожалуйста вам хочется жить при минус 70 по цельсию антарктида ждет тебя сынок хочется что при этом еще и дышать без скафандра было нельзя добро пожаловать на дно океана нравится абсолютно безжизненные пустыни пожалуйста вся сахара к твоим услугам то есть у нас на земле существует множество необитаемых мест которые колонизовать намного намного на порядке легче чем марс или любую другую планету и который опять-таки на много порядков менее враждебны и по отношению к человеку и тем не менее никто еще раз подчеркиваю абсолютно никто не рвется и не пытается их колонизовать если вы не колонизуете антарктиду но океана и пустыню сахара то находит черт вам понадобился марс на других планетах сущей системы все естественно обстоит еще хуже добираться туда еще дальше еще труднее то есть и там тоже создание никаких космических поселений никаких долговременных колоний не имеет абсолютно никакого смысла ни практического не даже научного как я рассказал все научные задачи гораздо легче дешевле и безопаснее решаются роботами и компьютерами ну а тут я уже слышу я уже слышу эти возмущенные крики а как же а вот а вот случится на земле что-то страшное прилетит астероид всех нас убьет а вот на марсе у нас будет колонии тогда человечество выживет очень распространенная глупость которые повторяют люди не берущие труда просто элементарно задуматься над тем насколько глупо то что они повторяют так вот любая катастрофа которая может произойти на земле будь то падение астероида то извержение супер вулкана будь то какая-нибудь настоящая пандемия который убьет не два процента населения который убьет там 98 процентов населения замечу в скобках что естественным путем такая пандемия возникнуть не может в принципе но искусственно ее создать теоретически можно в общем будь там что угодно любая там экологическая катастрофа там что хочешь но все что можно придумать там любой апокалипсис который с точки зрения опять-таки научного прогноза теоретически возможен спасаться от него в любом случае вне зависимости от того какую из двух стратегий мы изберем одна направлена на то чтобы спасти как можно больше людей а другая направлена то что чтобы спасти хоть кого-то так вот вне зависимости от того какую из этих двух стратегий мы изберем в любом случае намного на порядке проще легче дешевле безопаснее будет создавать вот эти так называемые колонии где люди смогут выжить не где-то в космосе а на земле какие бы катастрофы на земле не произошли земля все равно останется гораздо более благоприятным местом нежели марс или любая другая планета гораздо более благоприятным в силу защиты от солнечной радиации в силу гравитации это очень немаловажно потому что низкая гравитация на самом деле вредна для человеческого здоровья это только кажется что невесомость это так прикольно на самом деле это долгосрочной перспективы это совсем не прикольно потому что опять кислород в атмосфере потому что плотность атмосферы и так далее даже если там землю что-то очень сильно отравит даже если на ней очень сильно испортится климат в результате там падение астероида там астероидной зимы даже даже в случае полномасштабной ядерной войны даже в этом случае земля все равно останется более пригодной для жизни нежели любая из планет солнечной системы и построить на ней даже если у нас тут будут будет смертельная радиация даже из нас будет отравленный воздух все равно построить на ней вот эти вот герметичные купола или какие-то бункеры какие-то убежища где можно будет создать искусственную биосферу и поддерживать человеческую жизнь все равно на земле это будет намного порядков проще чем делать это в далеком космосе все равно в любом случае какая бы катастрофа не произошла это простая очевидная мысль которая почему-то почти никому не приходит в голову единственное единственное исключение это если произойдет катастрофа ну такого гигантского масштаба что земля будет уничтожена просто как планета как небесное тело ну или не уничтожена переживет такое столкновение при котором они действительно не останется никаких сооружений созданных человеком и никаких условий для жизни это должно быть столкновение с каким-то очень большим небесным телом там размером с луну это не просто там падение астероид который будет метки километров поперечнике это должно быть что-то очень большое и столкновение с таким телом да чисто теоретически чисто теоретически она возможно но вероятность этого настолько исключительно мало что специально ради этого предпринимать гигантские гигантские усилия по созданию колонии на других планетах не имеет абсолютно никакого смысла вы скажете ну да 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 вероятность очень мала но ведь на кону выживание человечества если вероятность не ноль то мы все равно не имеем права рисковать хорошо если вы руководствуете такой логикой то у меня к вам один простой вопрос а ходите ли вы по улице в каске ведь вероятность того что вам на голову упадет метеорит и убьет вас она тоже не ноль она очень мало но она она все таки от нуля отличается тем не менее вы по улице в каске не ходить а тут даже не одинаковый порядок вероятность того что вам на голову упадет метеорит она намного больше чем вероятность столкновение земли с каким-то настолько крупным небесным телом чтобы на ней нельзя было в принципе спастись более того помимо метеоритов есть гораздо более вероятные опасности вам на голову может упасть кирпич какой-нибудь идиот может кинуть бутылку из окна и тем не менее вы по улице в каске не ходите ни один из вас вот не видя вас в глаза тем не менее знаю что ни один из вас этого не делает вы понимаете что да теоретически вы рискуете своей жизнью что вы ходите на улице без каски и без бронежилета тоже мало чего прилететь может а мало ли там кто там на улице стрельбу начнет и случайная пуля отрикошетит прямо в вас а вы были бы бронежилете о как круто тем не менее нет никто бронежилете по улице не ходит в обычной мирной жизни вдали от районов боевых действий ни в бронежилете ни в каске ни в чем подобном ни в противогазе а вдруг химическая атака начнется нет нет никто этого не делает ни один человек этого не делает потому что вероятность этого настолько ничтожно мало что практически не имеет никакого смысла прибегать к подобным мерам и точно так же как я уже сказал вероятность еще на несколько порядков ниже а затраты на много-много-много порядков больше нет никакого смысла пытаться создавать какие-то колонии вне земли в расчете на то что а вот вдруг с вероятностью там одна квадриллионная одна квинтиллионная земля столкнется с какой-нибудь другой планеты которая пролетит там вообще непонятно откуда в случае с ними по крайней мере таких таких тел нет с которыми земля могла бы столкнуться вот именно с такими последствиями и даже более того и даже более того если сейчас вот самый проницательный скажут а вот да наверное ближайшие там сто тысячу может миллион лет нам ничего не грозит но рано или поздно солнце погаснет и рано или поздно все равно придется с земли куда-то перебираться те потомки которые будут наши цивилизации там через миллиард лет если они захотят выжать им все равно понадобятся колонизовать космос но я конечно мог бы сказать что давайте решать проблемы по мере поступления и вот если им там через миллиард лет понадобиться колонизовать космос пусть они этим и занимаются, а у нас есть гораздо более насущные проблемы сейчас. В нашей жизни. Но я даже этого не скажу. Потому что даже тогда, даже через миллиард лет лететь на другие планеты и создавать там какие-то колонии тоже не будет иметь никакого смысла. Почему? А потому что, если к тому времени, через миллиард лет, да, через миллиард лет действительно на Солнце начнутся процессы, связанные с выгоранием водорода, уже пойдет ядерный синтез уже пойдет на следующий уровень, уже будет синтез из гелия. И на этой стадии Солнце начнет раздуваться, он начнет превращаться в красный гигант, который постепенно раздуется, поглотит все внутренние планеты, то есть уничтожит и Землю, и Марс. Да, все это будет происходить где-то в диапазоне от миллиарда до 3-4 миллиардов лет после уже этого. Но, тем не менее, если к тому времени действительно на Земле все еще будет существовать некая цивилизация, я даже не произношу слово жизнь, потому что я полагаю, что гораздо раньше этого срока разум уйдет от биологических носителей, он придет на небиологические носители. Но в какой бы то ни было форме, все равно это будет что-то материальное, и оно будет нуждаться в энергии, оно будет нуждаться в энергии Солнца, в том числе, скорее всего. Так вот, если цивилизация на том уровне будет существовать, то, опять-таки, чем перебираться на какую-то другую планету, уже у другой какой-то звезды, куда безумно сложно добраться, и где все условия будут неподходящими для, ну, опять-таки, некорректно говорить о людях, примитивно к такому далекому будущему, но если мы будем говорить о сейчас, то они будут категорически неподходящими для людей. И, скорее всего, они будут неподходящими и для существ, которые наследуют людям, поскольку они будут тоже жить на Земле, и для них оптимальными, соответственно, будут условия Земли. Даже если это будут киборги, все равно, ну, нет смысла создавать киборги специально для того, чтобы жить на Марсе, если на Земле все то же самое можно делать гораздо проще и дешевле. Так вот, нет никакого смысла переться куда-то в какие-то другие звездные системы, если у нас через миллиард лет уже будут технологии раз настолько, что мы просто сможем нашу родную Землю передвинуть на любую орбиту, какая нам будет угодно и какая нам будет удобно. Это тоже уже будет гораздо проще, чем создавать какие-то космические корабли, которые способны будут там перевести огромное количество разумных существ, и их же нужно вести не только их самих, а нужно вести там все, что им будет нужно для жизни на новом месте и так далее. Нет, мы просто берем нашу Землю, совсем что на ней есть, монтируем на ней какие-то двигатели. Сейчас, конечно, я не скажу, какие именно это будут двигатели, на каких принципах они будут основаны. Но просто мы сначала поднимаем орбиту, мы переживаем стадию красного гиганта, когда вот Солнце раздувается. Мы поднимаем орбиту, мы уходим от Солнца дальше, останавливаемся на том расстоянии, которое будет давать нам именно столько энергии, сколько нам нужно от этого красного гиганта, то есть столько, сколько мы получали от Солнца, когда оно было обычным желтым. Потом, когда этот красный гигант выгорает, от него остается белый карлик, мы, наоборот, мы орбиту понижаем, мы спускаемся к этому белому карлику, и дальше наша Земля крутится уже вокруг него на совсем маленьком расстоянии. То есть на стадии красного гиганта у нас год будет там десятки, сотни лет, возможно, на стадии белого карлика год у нас будет там несколько дней. Причем это не будут дни, поскольку за счет обитального резонанса, за счет гравитации уже близкой звезды, Земля будет обращена к ней одной стороной. Что может сказать, конечно, некоторые неудобства, но эти неудобства будут гораздо меньше, чем неудобства, связанные с попыткой перенести всю земную цивилизацию на какую-то другую планету. А как я уже, опять-таки, рассказывал в той же самой передаче про астрономию, белые карлики остывают сотни триллионов, возможно, квадриллионы лет. То есть вот это вот ядро, которое останется от Солнца, оно будет обеспечивать нас достаточным количеством энергии еще на протяжении просто невообразимого времени. Никуда лететь, ни к каким другим звездам, которые, кстати, тоже погаснут со временем, совершенно не нужно. Можно просто-напросто использовать свою собственную родную Землю как гигантский космический корабль. Переезжать вместе с Землей. И все. Но это, как я сказал, через миллиард лет. А сейчас нам не нужно никуда переезжать. Нам ничего не грозит. Человеку вне Земли делать нечего. То есть ни сейчас, ни потом в скорби-то не было отдаленной перспективе никакая колонизация космоса в принципе не нужна. Даже когда технология это позволит. А на данный момент они этого просто не позволяют уже хотя бы по причине невозможности защититься от радиации. Так что фантастика фантастикой, а реальность реальности. У кого есть сотни миллионов долларов на космический туризм, пожалуйста, это ваше право. потратить на подобные проекты деньги налогоплательщиков ни в коем случае нельзя. И все интересное, что мы узнаем о космосе, мы узнаем от роботов. Им там самое место. Спасибо.